Всем привет! С вами Ирина. Ну а сегодня героиней нашего видео будет вот эта вот орхидеюшка целогина крестата. Я хочу показать вам, какие у нас сейчас происходят изменения. Наши бульбочки словно яблочки, они начинают немножечко морщиться, но тем не менее у нас стали уже увеличиваться, наливаться бульбочки у молодых ростов. Вот такие вот мы уже кругленькие, пухленькие. Кушаем мы отлично. Вот такие вот молоденькие. Я думаю, что вы помните, когда я вам показывала, какие они были. Тоненькие, худенькие ростики и что у нас теперь происходит, как мы классно растем, как мы классно увеличиваемся. Какие у нас классные бульбочки. Так что целогина растет, все отлично. А вот я думаю, что многие знают, что целогина любит немножко прохладное такое содержание, поэтому это растение я держу пока что в тепличке, но я держу его на полу. Даже не на полу, скажем так, вот у нас есть здесь ступенечка. Вот таким вот образом она у меня стоит на ступеньке. Дома она у меня висела. Вот здесь она у меня пока что вот так стоит, потому что внизу вы знаете, что температура немножко меньше. А чем выше, тем температура теплее. Так что пока что она у меня стоит внизу. Влажности ей здесь пока что хватает. Температура как бы не критическая, скажем так. Ну и судя по тому, что все-таки растение начало растить свои бульбочки. Они начали утолщаться, да, то есть наедает, скажем так, молодые, молодые росты, наедают уже такие вот бульбочки классные. Но это означает, что растению нравится. Вот сложности в уходе за этой орхидеей пока что я не могу вам сказать, потому что ну ничего такого абсолютно сложного и чего-то там сверхъестественного я не обнаружила. Поливаю я ее практически раз в неделю, как и все остальные растения. Вот и удобряю я ее через полив. Поливаю я сейчас удобрением с повышенным азотом и растение очень даже хорошо пошло в рост. Куст стал такой пышненький, много стало листиков. Потому что я думаю, что, ну, вы помните, когда пришло ко мне это растение, буквально у нас было таких 4 яблочка. И теперь это вот такой вот пышный-пышный кустик. Вот. На следующий год этот кустик еще увеличится на несколько бульбочек. То есть, ну, вот растение вот таким вот образом будет разрастаться. Делится это растение путем деления куста. Вот. Ну, пока что я делить, ребят, не собираюсь. Ну, что у меня изначально, как только я получила это растение, девочка написала, что я бы купила такое растение, но оно очень дорогое. Ну, мне, как обычно, стало жалко. Да, я отделила кусочек этой орхидеюшки, скинула фотографию. Ну, и потом мне девушка написала, ой, вы знаете, а я уже передумала. Ну, в общем, после нескольких вот таких вот ситуаций, естественно, что делить свои растения я больше даже и, ну, не думаю об этом, потому что, ну, я все-таки сделала вывод, что жалость абсолютно никогда до добра не доводит. Вот. Так что вот так на сегодняшний момент чувствует себя моя целогина крестата. Вот. И я очень-очень жду цветения. Я думаю, что как только бульбочки наши, вот эти вот яблочки, да, как только они станут вот такими вот большими, как наше вот предыдущее яблочко, да, вот тогда мы с вами уже будем ждать от нее цветения. Цветение у них очень красивое, такие прям виноградные грозди. Вот. Так что я очень-очень жду, очень люблю это растение. Очень классное растение. Вот. И сложности особых таких я пока что не увидела. Ну, а я буду с вами прощаться. Надеюсь, что я ответила на множество ваших вопросов по уходу за этим растением. Очень многие просили показать, как она и что она. Ну, вот таким вот образом выглядит моя орхидеюшка. Если у вас еще будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. По возможности постараюсь вам ответить на все ваши вопросы. Спасибо вам всем огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.